Всем привет! Здесь я хочу показать, как можно вернуть в рабочее состояние флешку, если она не определяется в операционной системе. Сразу же хочу обратить внимание на то, что в процессе выполняемых действий вся информация с носителя будет безвозвратно удалена. Рассмотрим эту ситуацию на данной неисправной флешке, с которой я ранее восстанавливал информацию. Прежде, на рабочем столе, перейдя в этот компьютер, во вкладке Вид активирую отображение скрытых элементов, после чего устанавливаю носитель информации в системный блок. Можем видеть, что флешка отображается скрытой. Как вариант, при ее подключении может появиться такое окно. Далее, например, с помощью программы Flash Drive Information следует узнать подробную техническую информацию о самом накопителе. Преимущественно понадобятся данные о контроллере и текущих идентификаторов. Нажав клавишу «Копировать результаты» и создав на рабочем столе текстовый файл, скопирую все в него для удобства дальнейшей работы. С помощью утилиты ChipEasy также можно узнать информацию о съемных запоминающих устройствах, но немного в иной форме. Далее, перейдя на сайт usbdev.ru, основываясь на полученных данных о накопителе, в частности производители контроллера, установленного в USB флешку, следует найти подходящую утилиту. Порой поиск необходимой программы занимает немалое время и приходится искать делай запросы в поисковике. В итоге, для реанимации накопителя я использовал представленную программу. Процедура восстановления в данном случае занимает продолжительное время. Замечу, что флешку лучше установить непосредственно в USB порт, расположенный на самой материнской плате, а не так, как это делаю я. В результате на восстановление ушло чуть больше одного часа. Теперь, перейдя в этот компьютер, можем видеть, что флешка корректно отображается в системе и ей можно пользоваться. Также я хочу представить достаточно интересный случай попытки восстановления флешки Transcend на 64 гигабайта. В операционной системе Windows вновь с помощью flash drive information определяем информацию о накопителе и подбираем программу, соответствующую контроллеру. В процессе восстановления на данном этапе у меня вылетает ошибка. Причем, это происходит при неоднократных попытках. Еще одним нюансом, который я заметил, является подключение USB флешки к компьютеру не с первого раза. Поэтому я решил попробовать перевести накопитель в тестовый режим. Для этого необходимо извлечь плату накопителя из корпуса. После его извлечения можем видеть, что она защищена термоусадкой, которую я также снимаю. Добравшись до контроллера, с помощью иголки нужно замкнуть на нем определенные контакты. А какие именно можно узнать, посмотрев дата-шит для соответствующего контроллера. Также на сайте usbdev.ru можно найти общую информацию о переводе контроллера флешки в тестовый режим путем замыкания шины данных памяти. В моем случае для перевода накопителя в данный режим на контроллере следует перемкнуть одну из пар от дата 0 до дата 7. Замкнув контакты дата 6 и дата 7 между собой и не размыкая их, я установил флешку в порт USB хаба, подключенного к компьютеру. После активации накопителя в системе, разомкнув выводы, я снова запустил утилиту для восстановления, но в итоге результат остался тем же, хоть и с другой ошибкой. Поэтому, основываясь на известном факте, что при охлаждении микросхем их кристаллическая решетка восстанавливается, я решил положить данную флешку в морозильную камеру холодильника. По истечении одного часа, достав накопитель из холодильника, я сразу подключил его к компьютеру. В результате флешка сразу же определилась, но вот при попытке записать на нее какую-либо информацию, происходит зависание операционной системы. Извлечаю USB накопитель и вновь подключив, попробуем еще раз его восстановить, воспользовавшись текущей утилитой. В ходе работы программы можем видеть, что вроде как все прошло успешно и флешка инициализировалась. Но вернувшись к утилите, видим ошибку файловой системы накопителя. Посмотрев еще раз более детально техническую информацию, я заметил, что размер накопителя не был определен. Но несмотря на это, на флешке информация успешно записывается и при попытках вновь подключить ее, все отображается. Позже, когда температура носителя информации стала равнокомнатной, она вновь перестала определяться. Поэтому данный вариант очень хорошо подойдет для восстановления информации с такого рода неисправных флешек. Дополнительно хочу отметить, что для удобства поиска необходимых утилит, для восстановления накопителей, можно воспользоваться данным сайтом, где достаточно будет ввести соответствующие идентификаторы. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.